Всем привет, друзья! Все мы привыкли праздновать однотип на Новый Год в России и странах Содружества Независимых Государств. Но мы даже и не подозреваем, что в различных других странах есть свои необычные изюминки и уникальные традиции и обычаи празднования. В Шотландии, например, в Новый Год поджигают бочку с дегтем и пускают ее катиться по улице со склона. И эти обычаи настолько порой неадекватные, что заставляют задуматься, как они вообще могут быть связаны с Новым Годом. Как празднуют Новый Год в Италии? В Италии в Новый Год из окон летят утюги и старые стулья. В Италии Новый Год начинается 6 января. Согласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле прилетает добрая фея Бефана. Она открывает двери маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек. Итальянский Дед Мороз называется Баббо Натали. В Италии считается, что Новый Год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам эта добыча очень нравится, и они исполняют его со всей страстью, свойственной южанам. В окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут новые вещи. На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и виноград, символы долголетия, здоровья и благополучия. А вот в итальянской провинции издавна существует такой обычай. 1 января рано утром домой необходимо принести воду из источника. Если тебе нечего подарить друзьям, говорят итальянцы, подари воду с оливковой веточкой. Считается, что вода принесет счастье. Для итальянцев также важно, кого они встретят первыми в новом году. Если 1 января первым встречным, которого увидит итальянец, будет монах или священник, это плохо. Нежелательно также встретиться с маленьким ребенком. А вот встретить горбатого деда, это к счастью. 2. Эквадор. В Эквадоре в Новый год надевают белье красного цвета к любви или желтого к деньгам. В Эквадоре также ровно в полночь куклы будут сожжены под так называемый плач вдов, которые оплакивают своих плохих мужей. Как правило, вдов изображают сами мужчины, переодетые в женские одежды, с макияжем и в париках. Для тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция предписывает, пока часы бьют 12, бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. А если эквадорец хочет разбогатеть, нужно, пока часы бьют 12, надеть трусы желтого цвета. А если нужны не деньги, а счастье в личной жизни, то белье должно быть красного цвета. А вот чтобы избавиться от грустных моментов, случившихся в уходящем году, эквадорцы выбрасывают на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется и все плохое. Как празднуют Новый год в Швеции? В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомство домашним животным. И в праздничную ночь в домах не гаснет свет, а улицы ярко освещены. Как празднуют Новый год в Южноафриканской республике? В промышленной столице этого государства, Йоханнесбурге, жители одного из кварталов традиционно отмечают Новый год, выбрасывая из окон различные предметы. От бутылок до крупногабаритной мебели. Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для движения автотранспорта и обратилась к проживающим в районе с просьбой не выбрасывать холодильники из окон в новогоднюю ночь. По словам представителя полиции, в связи с существующей традицией, этот квартал считается самым опасным в городе в новогоднюю ночь. Новый год в Англии В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. А перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта-Клаус. А в башмаки кладут сено, угощение для ослика. А при ходе Нового года возвещает колокол. Правда, звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это шепотом. Одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю свою мощь. Но ровно в 12 колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь Нового года. В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой Амеллы, считающейся магическим деревом. В английских домах к новогоднему столу подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом. На Британских островах имеет большое распространение обычай впуска Нового года. Когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома. Чтобы выпустить старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь дома, впуская Новый год. В Шотландии поджигают бочку с дегтем и катят ее по улице. В Шотландии праздник Нового года называют хогмани. На улицах праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. А также по обычаю в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая таким образом старый год и приглашая новый. Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в Новом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта традиция называется фёстфутинг. А также в Шотландии гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в новогодний камин. А ровно в полночь распахивается настиж дверь, чтобы впустить старый и выпустить Новый год. Ирландия. Ирландское Рождество в большей степени религиозный праздник. Зажженные свечки ставят около окна в вечер перед Рождеством. Ирландские женщины пекут специальное угощение – ситкейк для каждого члена семьи. Они также делают три пудинга – один на Рождество, другой на Новый год и третий – на канун Крещения. Как празднуют Новый год в Колумбии? Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии – Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале – это колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки. Накануне Нового года в Колумбии на улицах Боготы проходит парад кукол. Десятки кукольных клоунов, ведьм и других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии, самого древнего района колумбийской столицы. Таким образом, прощаясь с жителями города. А вот во Вьетнаме Новый год отмечают по лунному календарю между 21 января и 19 февраля, когда здесь наступает ранняя весна. В новогоднюю ночь во Вьетнаме принято дарить друг другу веточки персикового дерева с набухшими почками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в парках, садах или на улицах. А на углях готовят особые лакомства из риса. Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спине карпа. И в наше время на Новый год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в реку или пруд. В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда полная луна, Непальцы зажигают огромные костры и кидают в вагон ненужные вещи. На следующий день начинается праздник красок. Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным узором. А потом танцуют и поют песни на улицах. А вот во Франции в Новый год обнимают бочку с вином и поздравляют ее с праздником. Французский Дед Мороз Пер Ноэль приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул бобового короля. И в праздничную ночь все подчиняются его приказам. Открывай дальше. Не буду открывать. Открывай, открывай. О, нет! Сантоны – деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле елки. А также, по традиции во Франции, хороший хозяин винодел непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай. Финляндия. Как же празднуют Новый год в Финляндии, родины Деда Мороза? В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя большую корзину с подарками. В новогоднюю ночь финны собираются всей семьей и пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду. Как празднуют Германии? В Германии считают, что Санта-Клаус Новый год появляется на ослике. А также дети в Германии ставят на стол тарелку для подарков, которые им принес Санта-Клаус. А в башмаки кладут сено угощение для этого самого ослика. Куба. На Кубе из окон выливают воду. Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. А вот взрослые кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме. А в полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. Как празднуют Новый год в Панаме? В Панаме самый громкий Новый год. В Панаме звонят во все колокола, забывают сирены, гудят автомобили. Сами пананцы и дети и взрослые в это время громко кричат, стучат всем, что попадется им под руку. Венгрия. В Венгрии на Новый год нужно просто посвистеть. Художественного свиста. Знаешь, у меня уже волшебно получается. Но я хочу это свистеть еще лучше и зарабатывать этим на хлеб. В Венгрии в судьбоносную первую секунду Нового года предпочитают свистеть, причем используя не пальцы, а детские дудочки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость и благополучие. Как празднуют Новый год в Бирме? В Бирме Новый год наступает в период между 12 и 17 апреля. Проточный день празднования оповещает Министерство культуры специальным приказом, и праздник продолжается три дня. Чтобы получить благосклонность звездных духов, берманцы придумали соревнования – перетягивание каната. В них принимают участие мужчины двух деревень, а в городе – двух улиц. А женщины и дети аплодируют при этом и кричат. В Израиле празднуют Новый год по-своему. Новый год в Израиле называют Рош-Хашана. И празднуют его в первые два дня месяца Тишрей – сентябрь. По обычаю, в канун праздника едят особую пищу – яблоки с медом, гранат, рыбу – как символическое выражение надежд на приходящий год. В основном в Израиле в Новый год принято есть сладкую пищу и воздерживаться от горькой. Индия. Новый год в Индии – это праздник огней. В различных частях Индии Новый год отмечают в разное время года. Дети заранее собирают у дома сухие ветки, солому и старые вещи. Вечером разжигают большие костры, вокруг которых танцуют и поют. А в новогоднюю ночь на крыше домов расставляют тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь. Девочки пускают по воде маленькие лодочки, на которых горят тоже огоньки. Япония. В Японии лучший подарок – это грабли, чтобы загребать свое счастье. Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу в новом году. В новогоднюю ночь они прячут под подушку картину с изображением парусника, на котором плывут 7 сказочных волшебников. 108 ударов колокола возвещают приход Нового года в Японии. В Японии в первые секунды Нового года следует засмеяться, это должно принести удачу. А чтобы счастье пришло в дом, японцы украшают его, точнее входную дверь, веточками бамбука и сосны. Японского Деда Мороза зовут Сега Цусан, господин Новый год. А вот любимое новогоднее развлечение – это запуск традиционного воздушного змея. Самый популярный новогодний аксессуар – это грабли. Каждый японец считает, что грабли иметь необходимо, чтобы загребать им счастье. Грабли также украшают разнообразными рисунками. А вот в Чехии и Словакии Дед Мороз одет в баранью шапку. Веселый человек, одетый в мохнатую шубу, высокую баранью шапку, с коробом за спиной, приходит к чешским и словацким детям. Его зовут Микулаш. Для тех, кто хорошо учился, у него всегда найдутся подарки. А вот в Голландии Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на пристани. Дед Мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы. И часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки и леденцовые цветы. Афганистан В Афганистане Новый год – это начало сельскохозяйственных работ. Навруз – это Афганский Новый год, приходится на 21 марта. В этот день старейшина села проводит в поле первую борозду. В этот же день открываются веселые ярмарки, на которых выступают фокусники, канатоходцы и музыканты. Как празднуют Новый год в Китае? В Китае нужно облиться водой, пока тебя поздравляют. В Китае сохранилась новогодняя традиция купания Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и монастырях почтительно омывают в чистой воде из горных источников. А сами люди обливаются водой в тот момент, когда другие произносят в их адрес новогоднее пожелание счастья. Поэтому в этот праздничный день все ходят по улицам в насквозь промокшей одежде. Судя по древнему китайскому календарю, китайцы входят в 48 век. Согласно ему, эта страна вступает в 4702 год. В Иране Новый год встречают в полночь 22 марта. В эту минуту гремят выстрелы из ружей. Все взрослые держат в руках серебряные монеты в знак безотлучного пребывания в родных местах. В Болгарии гости, родственники собираются на Новый год у праздничного стола и во всех домах на 3 минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в темноте, называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых будет хранить темнота. Греция. А в Греции в Новый год гости приносят камни, большие и маленькие. В Греции гости захватывают с собой большой камень, который бросают у порога, говоря слова. Пусть богатства хозяина будут тяжелые, как этот камень. А если большого камня не нашлось, бросают маленький камешек и проговаривают. Пусть бельмо в глазу у хозяина будет столь маленьким, как этот камушек. Новый год в Греции – это день святого Василия, который был известен своей добротой. Греческие дети оставляют свои ботинки у камина, чтобы те наполнили подарками. Как бы там ни было, наш Новый год – это нечто волшебное, что ассоциируется у нас со снегом, морозом, мандаринками и запахом елки. А также красивыми гирляндами, чего не скажешь про те страны, где не выпадает снег никогда. Так что наш Новый год можно смело назвать самым лучшим. Ну а на этом все, друзья. Поздравляю всех с Новым годом. С вами были Интересные факты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok